Следующим этапом будем наполнять созданную нами квартиру мебелью. И как раз ознакомимся с инструментами, с помощью которых мы будем все перемещать. Это инструмент редактирования. Панель данных инструментов находится во вкладке «Изменить» или же она у нас автоматически появляется при выборе любого объекта. Допустим, если я нахожусь на вкладке «Архитектура» и выберу стену, наша вкладка «Изменить» автоматически появится. До этого мы сталкивались только с инструментом перемещения и копирования. Давайте повторим данные инструменты. Я выделю сейчас стену, зажму «Контрол», появится плюсик рядом со стрелочкой и выберу еще один объект, который мне нужно выделить. Допустим, это ось. Выделил. Нажимаем «Перенести». Левой кнопкой мыши, к примеру, на 800. Вводим, нажимаем «Энтер». Давайте еще обратим на строку дополнительных параметров. Для того, чтобы поэкспериментировать, я создам стену. Нажимаю «Скейп» и выделю ее. Нажимаю «Перенести». Появляется строка дополнительных параметров. Включение режима «Орто» дает нам перемещать объект только в ортогональном режиме. Другими словами, только по вертикальной или горизонтальной оси. Можно не нажимать на галочку, а вместо этого зажимать клавишу «Шифт». Допустим, если я хочу перенести, к примеру, на 16 градусов, то зажатая клавиша «Шифт» мне это не дает сделать, потому что при зажатой клавиши «Шифт» будет включен ортогональный режим. Я создам еще одну стену. Кнопка «Разъединить» отвечает за привязку стены. Если, к примеру, она включена, то присоединенные стены будут следовать за перемещаемой стеной. Давайте посмотрим. У нас есть примыкающие стены. Выделим одну из них. Попробуем переместить. При выключенной клавиши «Разъединить» Присоединенная стена следует за той, которую мы переместили. Если, допустим, я сейчас выключу клавишу «Разъединить», то при перемещении примыкающая стена не будет следовать за перемещаемой. Можно все удалить. Также я рекомендую использовать клавиатуру как можно чаще. Постепенно будем ускорять ваш процесс с освоением новых возможностей. К примеру, когда наводим на какой-либо инструмент, к примеру, стена, то можно его вызвать не с помощью мыши, а с помощью клавиатуры. Допустим, у нас около инструмента «стена» написано в скобках «WA», то есть «WALL». Если я сейчас при включенной английской клавиатуре просто на поле веду «WA», у меня автоматически появится инструмент «стена». Это горячий клавиш. Поначалу это не очень удобно, но со временем поймете, что работа с горячими клавишами очень упрощает процесс проектирования. Возвращаемся к инструментам. Давайте загрузим мебель, которая вам доступна вместе с видеоуроком. Мы открываем загруженный файл. У меня он находится в папке «Семейство Revit». Просто двойным кликом. В данном случае мы просто открыли готовый проект с уже вложенными семействами. Для того, чтобы их скопировать, мне просто нужно выделить все семейства. Нажимаю Ctrl-C, чтобы скопировать. Далее с помощью кнопки «Смена окон» я перейду в наш первый проект. И нажимаю Ctrl-V для того, чтобы вставить скопированные семейства. Жмем левой кнопкой мыши в область вставки. Таким образом мы скопировали сразу все семейства. Вообще вся мебель находится в инструменте «Компонент». Если мы скопировали уже семейства, то они будут находиться прямо в этом списке. Здесь и кровать, и душевая кабина, и все, что мы здесь увидим, мы уже скопировали. Также загрузить семейство по отдельности можно, нажав на «Компонент». И загрузить семейство, которое нам нужно по отдельности. Теперь будем знакомиться с инструментом. Я возьму, к примеру, кровать и ее перемещу. Инструмент «Выровнять» позволяет выравнивать один объект относительно другого объекта или его грани. Жмем на инструмент. Сначала наводим курсор на линию, по которой будем ровнять. К примеру, это линия стены. Жмем левой кнопкой мыши. Далее выбираем линию, которую будем ровнять. Это наш диван. Получилось. После данного действия появляется знакомый замочек зависимости. Если мы на него нажимаем, то те линии, которые мы выровняли, становятся зависимыми. Допустим, я возьму стену и попытаюсь ее переместить. И вместе с этой стеной двигается моя кровать. Это следовательно, что зависимости выполняются. Жму «Контрол-З». Следующий инструмент – это инструмент смещения. Горячая клавиша «ОФ» – «Оффсет». Она дает возможность сделать отступ от исходного объекта. В дополнительных параметрах можно задать точный отступ. Или даже скопировать семейство с определенным отступом. Давайте попробуем. Допустим, я хочу создать еще одну стену с отступом в 2,5 метра. Я ее выделяю. Нажимаю «Смещение». В дополнительных параметрах я могу ввести числовое количество смещения и нажать или копировать существующее, или его же не копировать. Допустим, я хочу его скопировать. И наводим курсор на тот объект, который нам нужен. Контур подсказывает нам место, в которое переместится или скопируется наш объект. Допустим, пусть у меня стена будет находиться на 2,5 метра от существующей. Получилось. То же самое можно проделывать со всеми стенами. Как мы видим, они также прекрасно соединяются. Я удалю созданные стены или нажму Ctrl-Z. Зеркальная копия. Выбираем объект. Жмем на инструмент «Зеркальная копия» выбрать ось. И далее выбираем ось, относительно которой нужно что-то отзеркалить. Допустим, это ось 1. Теперь кровать отзеркалилась. Я могу ее удалить и посмотреть, какие дополнительные параметры есть у зеркальной копии. Я могу не копировать, допустим. И у меня уже моя кровать переместится без копии. Жму Ctrl-Z. Идентичный инструмент «Зеркало построить ось». Я также могу выбрать кровать, нажать «Зеркало построить ось». Но в данном случае мне не нужно выбирать ось, а я ее должен буду построить. К примеру, я хочу отзеркалить кровать под 45 градусов. Получилось. Нажимаю Ctrl-Z. Далее познакомимся с поворотом. Допустим, мы выберем нужный нам объект. Пусть это будет диван. Я его перемещу. Теперь мне нужно повернуть диван, к примеру, на 45 градусов. Я выбрал нужный мне объект. Нажимаю «Повернуть», либо горячая клавиша «Rotate». Появляется центральная точка и опорная линия. Наводим ее на изначальную позицию. Там, к примеру, левой кнопкой мыши. Ведем ниже. И наводим на конечную позицию. Нажмем Ctrl-Z. Также можно ввести точное значение. Выделяем, жмем «Повернуть». И вводим в какой-то определенный угол. Допустим, 45 градусов. Enter. Жму Ctrl-Z. Нам часто требуется изменить ось вращения. Это тот же шарнир, который мы просто можем перенести в нужную точку поворота. Допустим, нажимаем «Повернуть». Появляется шарнир. Смотрим внимательно. Если мне нужно будет повернуть кровать относительно не центра, а, к примеру, спинки. Я ее перемещаю. Нажимаю левой кнопкой мыши и ввожу нужный мне градус. Допустим, 45 градусов. Смотрим. Ось вращения у нас изменилась. Ctrl-Z. Соответственно, данным инструментом мы можем также повернуть копию. Нажимаем на кладочку «Копировать». И поворачиваем наш диван. Появилась копия дивана с поворотом. Инструмент «Обрезать» или «Удлинить». Инструмент «Обрезать» или «Удлинить». Он замыкает линии или грани. Допустим, у меня не замкнутые стены, и мне их нужно замкнуть. Я их переношу. И можно их просто замкнуть, перетаскивая шарниры, а можно применить инструмент «Обрезать» или «Удлинить». Я его выделяю. Выбираю первый объект. Потом второй объект. Объекты автоматически соединяются. В случае, если мы подрезаем объекты, к примеру, у меня стена вытянута, и мне нужно их опять соединить. Я буду щелкать именно по той части, которая останется после обрезки. Допустим, если я сейчас обрежу горизонтальную и вертикальную стену снизу, то она обрежется правильно. Но если я, допустим, обрезаю стену и нажимаю на верхнюю часть, то нижняя часть стены у меня удаляется. Нажимаю «Отмена». И соединю правильным способом. Теперь давайте потренируемся и применим уже изученные инструменты. Я могу выделить две тумбы. Нажать «Переместить». И, к примеру, выровнять каждую из тумб относительно кровати. А теперь выровняю тумбу относительно стены. Допустим, хотим переместить кухню. Я ее выделяю. Это четыре отдельных объекта. Перемещаю. И перемещаю к углу. Тоже самое можно сделать со столешницей. И выровнять одну из них. И переместить другую мебель. Допустим, я хочу повесить телевизор напротив спальной кровати. Я его выделю. Перемещу. Его можно спокойно повернуть. На 90 градусов. Перемещаем. К примеру, я хочу выровнять телевизор ровно посередине кровати. Для этого нам поможет инструмент выровнять. Я на него нажимаю. Навожу курсор и вижу, что центр кровати у меня выделяется. Жму левой кнопкой мыши. А потом жму левой кнопкой мыши по центру телевизора. Также можно поставить зависимость. То есть, если я сейчас перемещу телевизор, у меня вместе с ним переместится и кровать. Выравниваем диван. Можно поставить гардероб. Я смотрю, что он у меня не вмещается. И немножко поправлю двери и стены. Все точки у нас хорошо привязываются. Переместим стены. И двери. Допустим, на 200. Перенесем шкафы и кресла. Сейчас у меня включен режим ортогональный. И поэтому я могу перемещать данные предметы только в ортогональной проекте. Можно прямо сейчас их отключить и переместить туда, куда нам нужно. Если я выделю какую-либо мебель и нажму на пробел, она у меня будет поворачиваться на 90 градусов. Таким образом, в каких-то случаях мы можем и не пользоваться инструментами повернуть. Перемещаем. И допустим, разместим душевую кабину с помощью такого же перемещения и выравнивания. Возьмем унитаз и его тоже переместим. Не забываем выключать режим орта. Какую-нибудь еще мебель мы можем с вами подгрузить прямо из библиотеки Ревита. Допустим, я хочу сейчас найти умывальник или раковину. Сантехника, архитектурная. Допустим, приборы. Здесь у нас есть и ванны, и душевые, и многое другое. Допустим, есть раковина. Кухонная. Раковина одиночная. Раковина для швабры. Ну, допустим, туалетный столик. Смотрим. Появляется уже загруженная нами раковина. Я на нее нажимаю и выравниваю по каждой стене. Выравнили раковину. Остальные семейства вы можете разместить так, как вам хочется, чтобы сделать более эргономичную планировку. Давайте посмотрим в 3D то, что у нас получилось. Я нажимаю на вид и окна, чтобы были рядом. У нас также появляется включенный нами проект. Можно его сейчас закрыть. нажимаем еще раз мозаичное расположение окон и познакомимся с тем вариантом, который у нас уже есть в 3D. Вся мебель, которую мы с вами сделали, она была в 3D, и поэтому ее можно посмотреть и ознакомиться с ней. Расстановка мебель завершена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok